Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я бы хотела вам рассказать именно о новых интенсивных методах обучения русскому языку как иностранному. Вы знаете, существует такое мнение недалеко, как совсем недавно на прошлой неделе. Одна дама сказала, что ничего нового в этой области вообще придумать невозможно. Но поверьте мне, благодаря коллективу кафедры, огромному труду издательству Флинта, который потратил огромное время для того, чтобы напечатать эти книги на нескольких языках, мы создали новый интенсивный метод обучения, который успешно используется не только по всей России, но и за рубежом. Например, во Вьетнаме, то есть вся уже вьетнамская, все вьетнамские университеты работают по этому методу и очень успешно. Ну, надо сразу сказать, что несмотря на то, что рынок технических средств обучения с каждым годом расширяется, основным, конечно же, инструментом преподавания русского языка как иностранного, мы знаем, является учебник. И перед вами учебники, которые были напечатаны в издательстве Флинта. Огромное им спасибо и низкий поклон, потому что первые издания претерпели такое сопротивление в 90-е годы. Нас швыряли из одного издательства в другое, потому что никому не было интересно какая-то наука, билетристика в основном, о спорте и всякая ерунда. Поэтому Вячеслав Григорьевич, спасибо еще раз ему, взялся за напечатание первых книг «Синяя звезда» и «Удивительные истории». Позже пошли все остальные, которые перед вами на экране. Особенно интересно, почему мы начали именно с этих книг «Синяя звезда» и «Удивительные истории». Потому что в 90-е годы прошлого века существовал страшный голод на тексты. Был учебник прекрасный, назывался он «Стартовый». Преподаватель РКИ прекрасно знает этот учебник. Но, к сожалению, тексты не отвечали задачам того времени. Все поменялось в нашей стране и в мире. И, конечно, тексты о завоевании целины и такого рода тексты, они уже были неинтересны студентам. И лексика уже поменялась, и лексический минимум где-то, так сказать, претерпел какие-то изменения. Поэтому было решение принято с моим соавтором, с Натальей Степановной Новиковой. Мы решили создать вот эти тексты, это адаптированные тексты, в принципе, это наше изложение. Учебник, в принципе, является, сейчас я немножко вернусь, да. Учебник является, в принципе, основным, конечно, инструментом в преподавании русского языка иностранных студентов. Вы знаете, сейчас интересна вот такая тенденция. Раньше в преподавании в связи с пандемией велось онлайн, и студенты усваивали, конечно, русский язык гораздо хуже, нежели они усваивали это в аудитории. И в северных, вот сейчас я уже точно знаю, прислали мне ссылку, в европейских странах отказываются от почему-то некоторых электронных вариантов учебника, а переходят на бумажный вариант. И поэтому вот Вячеслава Григорьевича издательства «Флинта», он именно придерживался и стоял на своем, что главное – это все-таки учебник, который всегда можно открыть, полистать и как-то позаниматься именно по такому бумажному варианту. Вместе с тем каждый учебник, конечно же, это продукт индивидуального творчества. И при создании учебника авторы всегда обязательно опираются на традиции и на свой личный опыт, включая то содержание, которое они считают нужным. Как говорил английский методист Хэбболт, голубая мечта методистов – это создание универсального метода обучения. И человек, который утверждает, что его метод самый лучший, подобен врачу, рекламирующему лекарства от всех болезней. Вы знаете, такая кремлевская таблетка. Но при создании учебников и учебных пособий также авторы тратят много времени. Так же, как и я, и мои коллеги анализировали частотность использования языковых единиц в речи. Грамматические минимумы у нас скачены, мы их изучаем. И разрабатывают уже установленные стандартными ситуациями общение. Таким образом, методисты постоянно сталкиваются с проблемами отношения программы и учебника, его содержания и структуры. Но при этом при всем, несмотря на вроде бы готовые стандартные лексические минимумы, прекрасные на B1, A1, A2, при этом методисты никак не могут до сих пор прийти к единому мнению. Что же лучше и как лучше? Действительно, практика показывает, что студенты гуманитарного профиля, например, не могут заниматься по учебнику для студентов-медиков, даже на начальном этапе. Например, вот я работала с аспирантами, ординаторами на медицинском факультете. И для них такой учебник, как просто вот чисто русский язык без преград, который мы создали, с которым вы можете ознакомиться тоже на сайте ресурсного центра иностранных языков в электронном варианте, он мало подходит, потому что ординаторы и аспиранты, они после прохождения годового курса, они сразу же идут в больницу работать. И там уже с первого урока надо вводить какие-то лексические единицы, другие конструкции, тексты, идеологи, которые бы помогли ординаторам работать непосредственно с пациентом. Ну и в итоге, значит, что у нас получается? Мы приходим к выводу, что нельзя создать один учебник для всех раз и навсегда. В настоящее время, насколько мы провели анализ на кафедре, используется где-то 800-1300 типовых учебников. И вы видите, например, вот этот учебник, который мы создали, вот этот вот китайский вариант, да, и издательство «Флинта» подало нам конкурсы, и этот учебник занял первое место недавно, как недели две назад, на общероссийском конкурсе в номинации «Лучшие издания по лингвистике». Ну, вернемся к учебникам, да, и непосредственно к тому методу, о котором я говорила. Надо сказать, что анализом вообще учебников и недоумения, которые вызывают результаты учебников, потому что они слабо выводят в речь, занимались многие ученые. Например, Рутюнов выделяет два типа учебников – предкоммуникативные и коммуникативные. В своей статье «Теория и практика. Создание учебника русского языка для иностранцев». В свою очередь, предкоммуникативные разделяются на языковые и речевые, и коммуникативные, соответственно, коммуникативно-поведенческие и коммуникативно-деятельностные. Вот интересно, так сказать, я могу вам представить один из учебников, который был создан Вагнер Верой Николаевной. Когда я только начинала работать 35 лет назад на подготовительном факультете и преподавать русский язык как иностранный, это моя была близкая коллега, у которой я тоже очень многому научилась. И, в принципе, Вера Николаевна подбирала группу студентов, говорящих на английском языке. И вот этот учебник, Рутенов правильно называет это, как языковые учебники, они больше филологические. То есть изучение проходит на теории и практике перевода. То есть студенты очень много переводят, как бы грамматика переводной метод. Вы знаете, что в результате летом на экзамене студенты выходят с очень хорошим, как ни странно, с хорошими знаниями и прекрасно сдают экзамены. Ну, я уже сейчас не могу вспомнить, так сказать, насколько у них был коммуникативный уровень высок. Но потом студенты шли на филологический факультет, и для них такая вот при изучении, глубокое изучение морфологии, связи предложения, занимаются переводом и так далее, они очень хорошо помогли им уже как-то ориентироваться и освоиться на основном факультете. При этом, ну, получают студенты в основном филологические, как я уже сказала, знания языки. И Рутюнов отмечает, что филологические учебники, отсутствует коммуникативное содержание в них, и это придаёт неэффективность этим учебникам. Ну, в общем-то, мне кажется, это где-то и спорный вариант. Другие речевые учебники, вы прекрасно их знаете, это русский язык для студентов-иностранцев, прогресс, дорога в Россию, которая широко используется, также и в Китае, например, сейчас я знаю, наши коллеги туда ездили, лестница. В результате работы по этим учебникам студенты могут, способны, в принципе, объяснить грамматические ошибки, построить предложения по образцам, трансформировать предложения в синонимичные, прочитать тексты словарём и понять его, даже пересказать тексты, и довольно неплохо. Формулировать и отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Но, как показывает практика, и я покажу вам, почему так происходит чуть-чуть позже, студенты почему-то не в состоянии применить свои знания на практике и в реальных жизненных ситуациях. И таким образом получается, что студенты обладевают технической стороной речевой деятельности как бы ради самой техники чтения, говорения, аудирования и письма. Но для решения именно коммуникативных задач общения через речевую деятельность у них как-то слабо у них это получается. И внешне речевое обучение похоже, в принципе, на коммуникативное, пишет Арутюнов, но на деле не мотивирована реальность, действительностью и потребностью студентов, а преследует, в принципе, только учебные цели. Ну, в принципе, почему, говорит, так происходит ученые? Потому что, в принципе, тексты и диалоги, которые наполняют учебники, они, как правило, далеки от реального общения. Да, они очень полезны, они интересны, но обеспечивают таким образом языковую, речевую именно компетенцию, но не удовлетворяют коммуникативным потребностям учащихся, желательно хотя бы даже с первого урока. Существуют также по классификации Арутюнова и коммуникативно-поведенческие учебники, основной единицей деятельности является речевой поступок, и учебник построен из набора таких частотных коммуникативных задач. То есть, как бы, студенты выбирают репертуар стереотипов общения и потом сами для себя открывают правила и нормы языка, и нормы речи. У меня был такой опыт, возможно, вы знаете, что такой был курс Китай-Городской, и многие иностранцы в конце уже прошлого столетия с удовольствием записывались на этот курс, и им давались разные ситуации. Вы сейчас в кафе, вы сейчас в метро, в лифте и так далее. Но, к сожалению, не у всех абсолютная память. Вот таких слухачей, которым один раз скажешь, и они запомнили и употребляют, пусть даже с ошибками, неважно, да, таких студентов крайне мало. На моем веку таких было только два. Один был журналист, ну и второй тоже из этой же области. Как-то вот так, чтобы без системы языка, все хотят понять систему языка, посмотреть, сделать какие-то упражнения. На слух и в ситуации многие, особенно интроверты, они теряются, чувствуют себя некомфортно, и после двух-трех занятий оставляют подобные курсы. Коммуникативно-деятельностным учебникам авторы не задают задачи, а сначала все-таки тренируются с помощью предкоммуникативных упражнений в употреблении учебных единиц в фиксированных ситуациях, осмысливают их со стороны формы, значения, и вырабатывают таким образом умение уже самостоятельно решать задачи общения. Учащиеся должны заучивать слова и правила, и долгое время заниматься однообразными подготовительными упражнениями, чтобы потом через несколько дней и даже недель воспользоваться этими техническими умениями, очень медленно и уныло, и в реальной коммуникации. В принципе, вот эти вот коммуникативно-деятельностные учебники, на мой взгляд, они похожи чем-то на речевые учебники. И когда студенты приезжают к нам на факультет, на подготовительный факультет, начинают долго изучать алфавит, умение читать буквы, слоги, что происходит, это очень скучно, студенты теряют мотивацию по 6 часов в день, читать буквы, изучать, как они соединяются в слоги, и абсолютно малокоммуникативное упражнение при этом, при всем течении двух недель теряется полная мотивация, студентам становится скучно, и потом заставить их работать очень сложно. Если сравнить, так сказать, моих студентов, которые только что пришли в течение вот этой недели, они уже вперед меня бегут по этому учебнику, уже показывают даже домашнее задание, которое я не давала, правильно ли они выполнили то или иное упражнение. И с первого дня они уже начинают говорить. А на втором уроке, я сейчас покажу вам, мы уже говорим по минут 20 с каждым студентом. Медленно, но правильно. Так, ну в принципе, со структурой вот таких вот учебников, как речевые, коммуникативные, вы можете познакомиться уже позже, когда, если будет какой-то интерес, я достаточно подробно могу рассказать о структуре каждого учебника и наиболее последних, которые вышли и пользуются большим спросом и интересом, если вы запишетесь на семинар, на веб-семинар, который вы увидите на ресурсном центре иностранных языков. И таким образом, благодаря вот этой большой работе, которая была проделана, она была проделана именно в 90-е еще годы началась, 20 века, когда пришли студенты, приехали студенты из разных стран. Это был бизнес, конечно, да, и они хотели только говорить по-русски, причем была такая задача поставлена студентами, и мы не хотим ни писать, ни читать, а только говорить по-русски. Традиционный метод обучения РКИ не предполагает такого обучения русскому, как иностранному. Поэтому пришлось выдумывать, планировать, изобретать и находить тот лексический материал, который вывел бы их непосредственно в речь. И вот перед вами тоже вы видите, значит, Китай, а здесь-то вьеднамский в основном, да, языки, у нас этот учебник переведен, русский беспреград, на шесть языков, потому что группа разноязыковая, и когда у вас сидит студент из разных стран, естественно, я не понимаю ни по-вьетнамски, ни по-китайски, шесть языков, это имеется в виду английский, французский, испанский, арабский, вьетнамский, китайский и... Какой же еще я забыла? Какой же еще я забыла? Ну, в общем, на шесть языков. То преподавателю это значительно облегчает работу. То есть преподаватель не должен бегать по аудитории с телефоном и с гугл-переводчиком. У студента все переведено, все правила на язык носителя, и, прочитав это правило, непосредственно студенты переходят уже к... к коммуникативным упражнениям. И вот этот китайский вариант на А1, А2. Вы видите этот учебник, но это на вьетнамском языке, такой же вышел на китайском языке. Он завоевал второе место на всероссийском конкурсе на лучшее издание для вузовского иноязычного образования в номинации РКИ. Так, какова же структура вот этого пособия и вообще пособия, которые вы видите? Пособия разбиты... Сейчас у нас уже издано три пособия главного уровня, которым мы занимаемся на подготовительном факультете. Это уровень А1, А2. Это первый учебник. Уроки, количество перед вами на экране. Потом А2 и Б1. Языки, которые я забыла назвать, они тоже у вас на экране. На все, так сказать, все правила еще раз. И лексические единицы, которые мы изучаем, глаголы, лексику, они также переведены в лексическом мнении. Студент всегда смотрит туда, ему не надо лезть в телефон. И гугл-переводчик. То есть эти слова переведены на язык носителя. В этих пособиях также поурочная рабочая тетрадь. Чем вот радуются наши коллеги? Говорят, слава богу, теперь нам не надо брать пять учебников. Берем только один и идем на занятия. И практически никто не готовится. И грамматические таблицы, бесценные, я считаю, то, что мы придумали, они, может быть, даже важны будут не только преподавателям РКИ и нашим студентам, но также они гораздо облегчают понимание школьников. Когда я работала в школе, именно в русской школе, пришлось мне года два поработать там, я поняла, что вообще в принципе система РКИ помогает детям осознать окончание. Они всегда путают, какой падеж, кого что или кого чего. И благодаря каким-то методам, которые мы используем в РКИ, они перестают делать ошибки. Наши студенты не делают ошибок в окончаниях совсем. Так, сейчас вышло последнее уже издание. Это учебник на Б2. Включает в себя 22 урока. И также там же представлена поурочная рабочая тетрадь. Этот учебник завоевал золотую медаль. И вошел в фонд «Золотая коллекция учебников РДН». И если вам будет интересно, мы также приглашаем вас прослушать курс лекции на вебинаре. И сайт указан на экране. Список лекций я приведу уже в конце нашей встречи. А сейчас мы посмотрим непосредственно на структуру урока. Чем мы заполняем урок? Материал обязательно для повторения. Уже начиная со второго урока. Этот материал помогает нам в виде беседы уже начать со студентами. Какую-то беседу на минимуме лексики. И тренировочные упражнения. Это всегда мини-диалоги, которые выводят нас в реальную действительность. Как я уже сказала, что презентация нового материала и объяснение на родном языке всегда даются для учащихся. Потом идет работа с текстом и диалог с переводом на родной язык учащихся. Рабочая тетрадь включает обязательно отработку лексики и грамматики пройденного урока. Потому что я смотрю, некоторые преподаватели берут любой другой учебник, который использует традиционный метод преподавания РКИ. И потом используют учебники шикарные совершенно Александра Ивановна Широчинской и Хаврониной. Русский язык в упражнениях. Но эти упражнения, которые в принципе носят более-менее обобщающий характер и направлены на отработку той лексики синтаксиса, который был в учебнике старт, никаким образом не соотносится с тем учебником, который выбрал себе преподаватель. Поэтому студент сталкивается с огромным количеством новых каких-то, может быть, даже конструкций, новых глаголов, которые он не изучал, ну и, так сказать, существительных, которые тоже для него непонятны и странны. Обязательно в каждом уроке отрабатываются предлоги. Очень сложно преподавателю отработать предлоги на уроке. Есть, конечно, определенные упражнения, но когда студент из урока в урок, вы знаете, всегда проблема – это предлоги ВНА, предложный падеж, а тоже местоимение обязательно в каждом уроке они должны заполнять местоимение и уделять этому время большое, может быть, даже, так сказать, проверяя себе по таблице. Окончание обязательно присутствует в каждом уроке. Глаголы с переводом даже на язык носителя. И студенту надо вставить правильный глагол, например, либо его форму. Например, окончание. Если вначале мы изучаем глаголы спряжения глагольные, гораздо позже это глаголы совершенного и несовершенного вида. Диалог с переводом на язык носителя, он может быть представлен как в рабочей тетради. Обычно мы его даем на домашнее задание, которое содержит все абсолютно конструкции, которые были изучены студентам на уроке, и слова, которые также были включены в урок. То есть преподаватель уже на следующий день проверяет знания материала, который был изучен на предыдущем уроке. И сразу видно, учил студент или не учил. Значит, они закрывают русский вариант и переводят со своего языка, скажем, с китайского на русский. Обязательно вопросительные конструкции и тест. Тест, оказывается, как ни странно, я думаю, что это самое простое, но тестам тоже, оказывается, надо студентов обучать. Потому что вместо того, чтобы написать в виде дистракторов А, В или В, студенты начинают писать туда целое слово или еще какую-нибудь ерунду. Поэтому с этим мы сталкиваемся из года в год. Тест, он важен, конечно. Почему? Потому что у нас тестирование предполагается на зимних экзаменах и летних экзаменах. Но только тестом обойтись невозможно. Потому что студент, который где-то, может быть, забыл какие-то окончания, что-то недоучил, какие-то глаголы, у него есть выбор. И он посмотрит справа и сделает правильный выбор. Но как только мы перестаем отрабатывать, именно прописывать окончание в домашнем задании, все, это гибель абсолютная. Студент забывает окончание и ориентируется только на тест, где уже есть подсказка. Так, сейчас, секунду, следующий слайд. Многие преподаватели задают вопрос, а зачем перевод диалогов? Это вообще бесполезные занятия и ненужные занятия. Это грамматико-переводной метод, он уже давно устарел. Это было вообще чуть ли не в 19 веке, в середине 19 века. Но, вы знаете, это очень нужное и правильное упражнение, потому что благодаря переводу диалогу студент понимает и значение слов лучше и дает огромную экономию времени преподавателю. Я видела большое количество учебников, тоже в том числе и зарубежных исследовали. Там диалог на полстраницы. Попробуйте-ка построить этот диалог без обращения к тексту. Это вообще нереально. У меня такой памяти, например, нет на полстраницы, выучить диалог на китайском языке. То же самое и для китайских студентов, и вьетнамских, и всех остальных. Воспроизвести диалог, который дан на полстраницы, который не имеет никакого особого содержательного смысла, очень сложно. Потом диалог помогает уяснить разницу в системе языков, показывая, в какой случае возможен простой пословный перевод. И особенно диалог учит студенту, студента, как правильно строить предложение. Что идет сначала, что потом, как строить вопрос, какие слова нужно использовать после вопросительного слова. И что интересно, благодаря вот этому переводу, студенты могут работать и самостоятельно. У меня был один мальчик, который опоздал из Египта, приехал, и который очень хотел попасть в группу к студентам уже, которые начали, и семь уроков проработали. Я подумал, что это вообще нереально, мне придется переводить его в группу. В другую абсолютную аудиторию, в другом преподавателю. Он говорит, я работал по пять часов в день. И вы знаете, он не только догнал группу, но даже ее перегнал. Благодаря тому, что он самостоятельно мог пользоваться вот этими идеологами, изучал правила и делал упражнения, и отрабатывал глаголы, которые просто необходимо было прописывать. Обогнал группу, перегнал и сдал на отличный экзамен. И, в принципе, перевод диалогов – это не погружение в язык. Есть еще такое мнение у некоторых преподавателей, мы должны только говорить по-русски на уроке, погружая их в язык. Ну хорошо, давайте поедем в Китай, и китайцы начнут с первого урока говорить с нами только по-китайски. Что я пойму? Например, я ничего не пойму. Я все равно как взрослый человек, а не ребенок, это я не малолетний ребенок, когда с Бонной они несколько лет растут, и Бонна с ними разговаривает по-английски или по-французски, они могут как-то реагировать правильно и отвечать на вопросы. Но я все равно буду, и мои студенты, они переводят со своего языка на русский язык. Поэтому перевод диалогов очень важно. правильно выстроить их предложения. У нас есть определенные способы, которые мы используем. И более подробно о, как говорят преподаватели, о примочках, о каких-то секретах преподавания русского языка как иностранного, как легче запомнить материал. Мы можем также поделиться с вами этим материалом либо на следующем вебинаре, либо, может быть, на каком-то определенном курсе, где мы расскажем уже обо всем, о чем вы хотите. Любую, пожалуйста, тему заявляйте. В пределах уровня B1, даже и B2 уже мы можем раскрыть. Ну и самый главный вопрос – это как же начать. И перед нами стояли вот такие задачи. Найти все-таки и выбрать наиболее эффективные методы преподавания русского языка как иностранного, сжать учебную информацию и сформировать ее в определенную систему. Без системы никуда не денешься. Система важна. Студент должен понимать, почему он произносит те или иные фразы, упростить восприятие учебного материала и научить, естественно, студентов общаться, как я уже говорила, начиная с первых уроков. В результате преподаватели получают максимальные результаты за нормативное и минимально необходимое время. И начинаем. Да, и, конечно же, период с нуля – это самый главный языковой фундамент, на котором будет строиться дальнейшее обучение. Если преподаватель как-то пропустил этот момент и не ввел эту систему, чтобы студенту было просто разобраться в грамматике русского языка, то дальше будут одни проблемы и будет большая путаница. И для нас, конечно, самое главное, чтобы студент осознанно владевал грамматическим строем русского языка. И, естественно, другая цель, важная цель – это вывести учащихся на тот уровень общения, который бы позволил им общаться уже везде, не только со сверстниками, но и с преподавателями на улице и в других местах. Итак, вот как пример, например, как дается даже тот же алфавит. Все учебники, конечно, с нуля, они начинают с алфавита. Вот обратите внимание, коллеги, например, если мы возьмем учебник, это традиционный метод, да, учебник, например, прогресс, он дается без примеров, да. Как студент будет запоминать вот эти звуки, скажем так, не дай бог дать студенту буквы, это не школа, все-таки русский как иностранный, лучше давать, естественно, звуки, чтобы он мог потом соединить слова. Дорога в России дает обозначение в виде букв. ГЭЭ, да, а дальше как, непонятно. В учебнике «Лестница» предлагается набор слов, да, вы видите, это русские слова, которые никоим образом не входят в содержание, я даже не знаю, какого урока, ни акт, ни жаба, тем более, кто-то, дочитав до буквы «И» из моих коллег, сказал, ну и так сойдет. Да, что касается уже более-менее интересного, это русский язык, пять элементов, но этот учебник можно скачать на любом сайте, в интернет, здесь приводится уже, вы видите, и страны, и города, ну, как выяснилось, студенты не так хорошо знают географию, тоже как-то это не очень работает, как получилось. И Юлия Георгиевна Всеенко, с которой я раньше работала на кафедре, это ее метод, который она изобрела, у нее учебник «Русский язык для начинающих», это был «Russian phobic Guinness» называлось, Юлия Георгиевна, она, значит, предпочитала давать обучение произнесения звуков, строится на основе сопоставительного способа, с опорой на их ассоциативные связи со звуками родного языка. И в моем учебнике этот же метод, так же, как «Караванова, говорите правильно», также использован этот метод, и в своем учебнике «Русский язык без преград» также мы использовали метод, который предложила Юлия Георгиевна Овсиенко. Конечно же, у вас встает вопрос. Интересно, а как же китайский, вьетнамский? Ведь китайский... ...поставлены преподавателями уже в школе. И аспирант университета МГУ, прекрасный был переводчик, который помог мне перевести учебник на китайский язык. Он также преподает русский язык как иностранный в Китае. Он вот каким-то способом, я именно вырезала вот эту табличку, самые некоторые трудные звуки, он по-китайски их обозначил. И как ни странно, когда приехали китайцы, в прошлом году у меня было 4 китайских студента в группе, проблем с произношением сложнейших звуков не было абсолютно никаких. Так, и далее мы учимся читать. Учимся читать. Ну, почему, значит, во-первых, почему мы именно берем вот такой метод Юлии Георгиевна-Авсиенко, ну, вы уже поняли, да, потому что сокращает рабочее время на объяснение, запоминание, и мы уже сосредотачиваем внимание на артикуляционной базе изучаемого языка. Значит, чтение, как происходит чтение в некоторых учебниках. Долгое время, долгое время студенты изучают только определенные гласные буквы, например, А, О, У, И, да, и вставляют их в слова, которые мало относятся к теме урока. Целый урок, вот только эти буквы. И вот эти слова. Каким образом они потом выведут в речь, сказать сложно. Русский язык в 5 элементов уже вводятся интернационализмы в водно-фонетическом курсе. Для англоговорящих студентов это большое подспорье, потому что они узнают эти слова, ассоциативно, значит, переносят свой язык и говорят, боже мой, какой русский язык простой. Давайте их оставим в этом милом заблуждении. И русский сувенир, вот один из последних учебников, который был создан, тоже даются интернациональные слова, ну и те, которые, так сказать, чисто русские. Но в основном, вот те слова, которые вы видите, они не используются в уроке, а используются только для чтения. Что мы предлагаем в свою очередь? Мы предлагаем начинать с самых простых слов, которые также переведены в конце на язык носителя. учим читать сразу же студентов. Это как один из примеров, так сказать, первых заданий первого урока. И когда я еще была совсем молодой, я в 27 лет пришла на кафедру, начала долго и нудно учить ИК-конструкции, буквы, звуки и тому подобное. А потом как-то просела, получилось, да, и получается у меня очень мало времени, чтобы нагнать материал и вывести студентов на экзамен. И на второй год я уже подошла к Александре Ивановне Широчинской, вы знаете, прекрасный учебник русских упражнений, Хавронина Широчинская, и спросила, Александра Ивановна, что же мне делать? Она говорит, Милочка, ты с ума сошла, сказала она. Немедленно, пять минут на алфавит, да, чтение самое простое в русском языке, это же не английский, не французский, не разберешься вообще без озвучки. Поэтому и сразу же начинает гнать материал. И следуя ее указаниям, опытного преподавателя, я начала вот таким образом обучать чтению. Все эти слова потом у нас введены уже непосредственно в урок, первый урок. Естественно, все правила, которые вызывают, так сказать, сомнения, удивления у студентов и вопросы, они переведены на язык носителя, и студент уже потом читает слова, которые перед вами вы видите. Каждый урок начинается с этикетных форм, и это правильно. Вы видите лестницу, да, и здравствуйте, и привет, и как вас зовут, кто это, кто вы, юрист, учитель, преподаватель. Но перед этим, так сказать, водно-фонетический курс, который занимал чуть ли там большое количество уроков, я не могу назвать сколько, но большое количество уроков водно-фонетический курс занимает в каждом традиционного метода учебники. Потом дается грамматика. Грамматика у нас это род личный и притяжательное местоимение. Тут же у нас ведутся и прилагательные, вы видите, да, притяжательное местоимение и прилагательные. И глаголы знать, понять, каким образом они выводят в речь, честно говоря, я сама не очень хорошо понимаю. И вы знаете, что говорил великий методист Верещагин касательно вообще перегруза такого, потому что количество материала с новой лексикой, которое вынуждено давать на этикетных формы, да после им даже, а когда это касается протяжательных местоимений, то количество новой лексики просто необходимо, когда мы изучаем мой, твой, наш, ваш, мы включаем большое количество существительных. Они засоряют память, говорит Верещагин, да. А студент может на уроке запомнить не больше 15-10 слов. Ну, считайте, что не больше 10 слов. И что же нам дают протяжательные местоимения в итоге? Притяжательные местоимения вызывают огромное количество трудностей. Во-первых, мой, твой, наш, ваш уже, да, это одна грамматика, но некоторые преподаватели говорят, ой, они у меня взяли. Ну да, пока файлы пустые в голове, можно и загромозить этими файлами это и мой, твой, наш, ваш и огромным количеством лексики, хотя она не усваивается абсолютно, потому что она нигде дальше не проходит. Потом студенты должны уяснить правила изменения по роду, по лицам, по числам. В именительном падеже это окончание на и, и. Я уже, как говорила, незнакомая лексика наполняет тренировочные упражнения. И ранее приходится вводить прилагательные и требовать объяснение, естественно, между дверным и мягким вариантом склонения. И, конечно же, запоминание первых исключений, как мой дядя, мой папа. И, вы знаете, потом студенты, особенно англоговорящие студенты, где мой, твой всегда подчёркивается, я пришёл с моим братом, я ходил на экскурсию с моей сестрой, мы, как правило, это не используем. Мы говорим, я ходил на экскурсию с сестрой, я обедал с братом, я отдыхал с папой и тому подобное. Это не так важно. Поэтому изучение притяжательных мест и вменей лучше всего начинать как можно позже, когда студент ознакомится с самыми нужными и важными элементами грамматики языка и уже начинает разговаривать. Дорога в Россию, вы видите, да, грамматики нет. Выражение на первом уроке на фоне изучения алфавита. Это, думаю, это лампа, это мама. Где там тут? Конечно же, вот эта форма тут, как-то она немножко разговорная и уже как-то совсем даже, по-моему, несколько снижена. Кто-то мне сказал, что нет, это невозможно, давайте тут использовать место здесь. На что у меня другое абсолютно мнение, потому что если студент сказал здравствуйте, самое трудное слово, первое слово в русском языке, то слово здесь ему также не будет никаких трудностей произнести, и пускай записывает транскрипцию на своем языке, на котором он может потом это все воспроизвести. И если вот ограничиваться только изучением алфавита, соединения слов, так сказать, изучением каких-то ненужных слов, то мотивация у студентов теряется. Что мы предлагаем на первом уроке? Вот эти этикетные формы, вы видите, да, постепенно, шаг за шагом, мы увеличиваем, это все с переводом, естественно, язык носителя, увеличиваем вот эти этикетные формы, разбавляя их еще дополнительными. Видите, вот красные, да, это дополнительные. Студенты с удовольствием начинают уже говорить, отвечать на мои вопросы, и между собой также тренируют этот маленький диалог, и встречая меня на лестнице, уже кричат громко, Ольга, как дела? Я говорю, хорошо, как вы? Они говорят, нормально. Так, потом мы также добавляем сюда, как вас зовут, и опять повторяем предыдущий диалог, как дела, Виктор, хорошо, как вы, нормально. И переходим уже к маленькому простому варианту. Это Марина, нет, это не Марина, это Лена. Можно даже не отрабатывать это на именах, можно просто показывать на стол, где лежит телефон, или на окно и спрашивать, это Лондон, или это Камерон, как сегодня у меня было на уроке. Студенты радостно отвечают, это нет, нет, не Камерон, это Россия, это Москва, слово Москва, они уже знают поскольку они к нам уже приехали. Потом мы переходим к теме семья, тоже на первом уроке. Эти слова брат, дочь, кузин, кузин и тому подобное, они узнаваем уже студенту, легко читаются. Правила, которые мы вводим, я успокаиваю у студентов, ничего страшного нет на этом уровне. У вас только два слова, сегодня и его. Надо знать, будет, но это уже второй урок сегодня. И вам надо запомнить его, ее. Упражнение сделать, заполнить, перевести слова, чтобы потренировать его, ее. Я предлагаю различные способы запоминания, о которых тоже мы можем говорить долго, но уже на отдельном вебинаре, на отдельной встрече. и выходим уже в диалог, который вы видите на экране. А потом у нас новая конструкция у вас есть, у меня есть сестра, и я уже спрашиваю, у вас есть папа, как его зовут, у вас есть мама, как ее зовут. Потому что студенты всегда очень любят рассказывать о себе, им как-то веселее и радостнее происходит. Все это происходит как-то очень замечательно, даже на уроке. С удовольствием рассказывают о себе. На этом же уроке это ориентация в городе. Постепенное введение материала. Сначала отдельно вот эти слова, которые выделены красным, они переведены также на язык носителя, которые вводятся в диалог. Постепенно вводим, начиная с первого, потом второе, извините уже, и слова интернациональные, типа музей, кафе, ресторан, университет, банк, парк, и там подобные слова, которые являются интернациональным и легко узнаются студентами. И в этом же первом уроке мы продолжаем тему ориентации в городе. Мы изучаем числительные от 1 до 10. Это очень важно, потому что если они знают от 1 до 10 очень хорошо, правильно произносят, то все остальные ложатся в определенную систему, схему, которая легко дается уже дальше студенту. И вот такой диалог, как ориентация в городе, мы предлагаем студенту. Тоже с переводом. Дальше мы вводим выражение, ну скажите, пожалуйста, и покажите, пожалуйста, сколько стоит, и дайте, пожалуйста. Это в супермаркете или в каком-нибудь маленьком магазине, как у нас в университете. Это тоже необходимо. Ну, обычно мы со студентами идем потом в кафе, и они уже могут делать заказ. Я говорю, что официант и девушка, разницу объясняем. И разные варианты, которые они могут использовать, и вот этот диалог, они с удовольствием, особенно арабские студенты, очень берут быстро материал, и бегут скорее в кафе, в ресторан, и заказывают все, что им необходимо. И очень радуются, когда студенты других групп еще изучают алфавит и учатся читать, то студенты после первого урока уже очень активно себя ведут. Таким образом, на первом уроке вы видите, какие охвачены темы, о которых мы уже говорили. Все эти слова представлены и в лексике урока, и в отработке чтения сначала, и они входят в структуру урока. Вы знаете, можно бесконечно, конечно, говорить, но у меня остается чуть-чуть времени. Я бы хотела также коснуться, например, рода. Род изучается по притяжательным местоимениям, очень трудоемко, очень тяжелая такая грамматика. Как говорят некоторые преподаватели, это просто последний гвоздь в гроб студента с этой грамматикой забить. Некоторые просто дают, например, вы видите, список слов, то есть студент сам должен вывести окончание женского и среднего и мужского рода, либо это дается только твердый вариант, то есть система не дается целиком, и, так сказать, уже в русском языке пять элементов дается вот в таком виде окончания. Мы предлагаем это сделать по-другому немножко. Сейчас я вам покажу табличку. Это именительный падеж. Мягкий вариант желтым выделено, твердый вариант красным выделено. Местоимение обязательно в этой таблице. Все, вся грамматика у меня оказывается на одном листе, стоит с другой стороны страница. Вопросы главные, которые относятся к падежу, там падеж один, два, родительные, винительные и тому подобное. Чтобы было отличие мягкого знака мужского и женского рода, да, мужского и женского рода, я говорю, ребята, не слышите, а я, да? Есть специальные упражнения, которые отрабатывают рот очень легко. И вот сегодня студенты очень легко взяли рот у меня, буквально за 10 минут. Потом просто проверяйте себя по таблице грамматической. Таблица также приведена в учебнике в конце. Давайте подчеркивать эти слова, которые мы уже изучили. Ну и значение дается справа, которое также помогает студентам быстрее освоить тот или иной падеж. И вот образец, по которому мы изучаем рот. Например, покажите, пожалуйста, урок один был. Урок два – это изучение рода. Где банк? Вот он, даже банк. И вот эти слова, которые уже прозвучали у нас в начале урока. И некоторые даже у нас были в первом уроке, например, бар, клуб. Они учились читать визы, кафе, парк и так далее. Они уже повторяются в более расширенном формате на уроке номер два. Изменительного падежа, что касается для школьников, постепенно, значит, если это был там какой-нибудь клуб, значений нет. Два, три, четыре. Имя плюс имя. Давайте сокращать. Не будем вот это все расписывать как в стандарте. Это очень сложно студенту. Он все равно ничего не поймет. Имя плюс имя – это будет падеж номер два. Или родительный падеж, как хотите. Филологи, конечно, изучают название именно падежа. Если это клуб, значит, на улице есть клуб. Это клуб. Значит, нет. Какой падеж? Нет клуба. Музей. Мягкий вариант в именительном падеже. Значит, только это будет я. Да, местоимение, предлоги и значения. Это обязательно. Студенту очень помогает такая таблица. Вся грамматика в одном флаконе, это называется. И, конечно же, глаголы, которые даются, я сейчас скоро закончу. Ну, да, трудности – это вы прекрасно знаете уже, да, если вы работали с иностранцами. Это глагольные формы, многочисленное чередование. В первом лице ударение, смещение и выбор глаголов совершенно несовершенного вида. Студенты кричат, боже мой, как это трудно, как это невозможно. Но есть тоже свои способы, как запомнить совершенно несовершенный вид. И также глаголы движения – это самые простые, как оказалось, правила. Просто проблема чуть-чуть заключается не в выборе даже совершенного несовершенного вида, а именно в запоминании глаголов, глагольного спряжения. И когда в учебнике я вижу, а сегодня мы начинаем дательный падеж, а вот эти глаголы относятся к дательному падежу, а там их 40 штук, то у меня волосы дымом встают. И я думаю, это какой же студент может 40 глаголов совершенного несовершенного вида с разным спряжением, да, спряжение глагола «работать и говорить» может запомнить, да никто и никогда. И все эти глаголы немедленно используются в уроке, в последующих уроках. И, естественно, что называется, речевой учебник перестает работать, потому что студент не может запомнить такого количества глаголов и перестает вообще реагировать и понимать, что преподаватель говорит на занятиях. Вот традиционные глаголы, которые предлагают, так сказать, традиционный метод. Какой выход в речь? Он отвечает на вопрос? Нет, он не отвечает, он думает. Ты понимаешь вопрос? Почему ты не отвечаешь? Я понимаю вопрос, но я не знаю ответа, я думаю. А дальше-то что? А дальше как? Вообще непонятно. Каким образом я могу поговорить студентам о их самих? Да никак. Так, вот какие трудности, так сказать, вызывают именно эти глаголы. Во-первых, они сокращают разговорные темы, запоминание новой лексики и знание обязательно обвинительного падежа. И глаголы в начальных уроках, они даются без прошедшего и будущего времени. То есть структуру языка студент не может себе представить. Он отвечает на вопросы только в настоящее время. Таким образом мы ограничиваем их возможности начать спонтанную коммуникацию. Ну и, конечно, запоминание уже, так сказать, и окончание первого и второго спряжения, глагол говорить вот пошел, да, и необходимости введения глагольных пар, потому что в будущем времени таких глагол, как спрашивать и отвечать, а в будущем времени в основном используем 99% это глагол совершенного вида, а в прошедшем времени тоже 90-80% глагол совершенного вида. То есть мы не можем использовать эти глаголы, но никак. Поэтому мы предлагаем другую абсолютно систему. А что предлагается в учебнике? Общий вот такой вид, более подробно вы тоже можете записаться на следующий вебинар или задать какую-то тему, которая вас заинтересует, и более подробно мы уже можем остановиться с разработкой уроков, как это все происходит. Вот предложенный падеж. Одновидовые глаголы только, да, и начинаем с глагола быть, да, с глагола быть, который нам позволит выйти в речь на втором уроке, в будущем времени, который нам также позволит в дальнейшем изучать будущее время одновидовых глаголов, которые вы видите. Что касается падежной системы, то в основном по традиционному методу творительный падеж в самом конце, как самый ненужный, а он является наиболее коммуникативным. Потому что с кем вы работали, с кем вы отдыхали, гуляли, завтракали, обедали, ужинали, учились там и так далее, с кем вы были, да, глагол быть или будете, это все будет творительный падеж. Заниматься, я не люблю этот глагол давать, но приходится, потому что студентам этот глагол нужен для экзамена, да, и винительный падеж тоже можно вводить, но только когда мы изучаем глаголы «есть» и «петь», это, по-моему, урок, по-моему, урок, какой у нас урок, по-моему, урок «семь», да, потому что спряжение, конечно, не очень приятное, глаголы есть, но там и картинки есть, и коммуникативные такие веселые задания, и глагол «пить» тоже с картинками, и это тоже выводит, значит, кофе с молоком, творительный падеж, какой кофе и тому подобное, да, винительный падеж только продукты питания, а продукты это в основном, ну, 90% это мужской средней род, как выяснилось по лексическому минимуму, ну, кроме курицы, фанта, пицца, колбаса, капуста, таких слов один раз два, но вода, всё, всё остальное – это мужской и средний род, а он не требует никаких изменений в винительном падеже. И преимущества, да, с первого по тринадцатый урок, одновидовые глаголы, мы выходим на тему кафе, вы видите, о себе ребята уже могут рассказывать, моя профессия, как мы отдыхаем, моя комната, тоже её описывают. Мы начинаем развернутую беседу со студентами, начиная со второго урока. И потом, только после тринадцатого урока, мы переходим к глаголам движения именно, да, потому что именно от выражения места, предложенный падеж, они уже наизусть знают, всё прекрасно, мы переходим к винительному падежу и к видам, когда это уже возникает, эта необходимость. Вот, а работа с текстом, вы видите, да, вот это, сейчас я вам скажу, это у нас, ага, это урок номер два, то есть маленький текст, пересказывать его абсолютно не имеет смысла, это выучить наизусть, не нужно никому, да и зачем. Мы читаем и задаём вопросы к выделенным словам. То есть они тренируют как бы вопросительные уже и формы. Так, сейчас, секунду. Так, нет, сейчас дальше, следующий слайд. Так, если мне надо отработать более большой текст, это урок четыре, да, это урок четыре, то студенты, прочитывая про себя вопрос, составляют текст по плану. Его зовут Майкл, он инженер, да, он приехал из Алжира, Алжир находится на севере Африки, около Ливии. Мы вводим родительный падеж рано, с четвёртого урока, потому что он, кстати, не такой коммуникативный, но он нужен нам для изучения научного стиля речи, просто очень нужен. Поэтому мы вынуждены вводить родительный падеж чуть-чуть раньше. Вот диалог так выглядит. Этот диалог я обязательно проверяю на уроке. Это диалог второго урока, да, закрываем русский вариант, переводим. Ну, он не целиком здесь представлен, да, но, так сказать, чуть-чуть побольше, охватывает его большее количество форм. И порядок изучения падежей, я уже об этом сказала, родительный, почему, он тоже уже ответил, да, и винительный, играть в футбол, и на гитаре это предложенный падеж, да, творительный падеж, как самый коммуникативный, и чуть-чуть берём дательный падеж, но только женского рода. Какой у вас урок, да, у вас, у меня урок по истории, потому что женский род по окончаниям совпадает с окончанием предложенного падежа. И, так сказать, более подробно, если вас что-то интересует, любую тему, коллеги, пожалуйста, заявляйте. Мы распишем, расскажем, как это легко проходить, потому что преподаватели, которые приходят к нам без опыта абсолютно нулевого РКИ, они начинают уроки просто, взяв учебник, идут в класс и успешно готовят студентов к экзамену. Просто нужно показать в учебнике, который вы можете также увидеть на сайте, на ресурсном центре, на котором мы сейчас присутствуем, я могу показать, что можно убрать, да, какие упражнения можно не делать, да, чтобы не тянуть время, а побыстрее выйти, ещё быстрее выйти в речь. Что-то можно проигнорировать. Просто некоторые упражнения, как в МГУ меня учили, даются для черёхи, да, чтобы это было как-то... А вдруг преподавателю захочется, а ты его загоняешь в какие-то рамки. Поэтому есть упражнения, которые, если хотите, делайте, хотите, не делайте. И вот перед вами тема, которая, можно ещё больше темы и причастия, и депричастием разбирать. И вот это учебное пособие, оно разработано полурочно. Там и границы России, история России, и Третьяковская галерея, и, так сказать, чего хотите, да. Вот, например, что касается лингвокультурологии, это учебная экскурсия по Москве, с картинками, рассказываем об именах и названиях. Это как разработка урока, либо просто прослушать, как развлечение для студентов, как хотите, можно и так, и так сделать. Я могу вам показать и такой вариант, и такой вариант. История Москвы с древнейших времён, о тайнах Третьяковской галереи по-русски. Потому что наши студенты, да и многие русские, тоже ничего не знают о тайнах картин Третьяковской галереи. Они удивительно интересны, да. И когда гуляешь по Третьяковской галереи, рассказываешь, студенты в глаза на уф ледут. И даже у моих каких-то молодых совсем друзей моего сына тоже возникает удивительный, так сказать, интерес к то или иное произведению искусства. Они с удовольствием смотрят, слушают, и, так сказать, изучают и понимают, наконец, русское искусство. Так, и внешность человека, вы видите, тоже по картинам Третьяковской галереи можно описывать, можно и нет, как хотите. Также начальный этап может охватывать, так сказать, лингвометодический потенциал живописи. И прогулки по городам России. Это «Золотое кольцо», «Петербург», «Москва», наиболее подробно. Также можно, так сказать, поинтересоваться и заказать эти вебинары и курс-лекции, которые потом, если будет интерес, то обо всем этом, подробным, так сказать, описанием, разработкой уроков мы покажем вам в дальнейшем. Ну а сейчас, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, по-моему, у меня это последний слайд, да, последний слайд, поэтому мы, пожалуйста, так, ага, вижу, да, Игорь Волков. Если в родном языке студентов нет звуков русского языка, пятиязыковые нации. Так, ну вот я уже вначале говорила о том, что в каком языке именно вы имеете в виду, так сказать, во вьетнамском нет, в корейском нет, в китайском нет. Ну, как я уже сказала, да, они изучают английский язык, да, и вьетнамцы, и китайцы, и корейцы, которые приезжают к нам, они уже с поставленными звуками. Если нет необходимости, так сказать, если они пропустили этот материал в школе, что вряд ли, то мы занимаемся отдельно, так сказать, постановкой этих звуков уже на уроке, непосредственно на уроке, но чуть-чуть дольше будет просто ведение этого материала. Но мы не занимаемся ИК-конструкциями, потому что это очень долго, неинтересно, и, ну, потом у нас в цели, мы не готовим шпионов, правильно? Мы же готовим студентов, которые нас будут понимать, и которые могут вести коммуникацию с другими людьми в университете, на улице, в магазине. Так, еще какие вопросы? Все, по-моему, вопросов больше нет, да, Татьяна? Вопросов нет? По-моему, нет, да. Я не вижу больше вопросов, поэтому... Что? Вот это? А, чат. Давайте чат. Ага. А, это уже было. Пять... Ну, так, специфика для медиков. А, для медиков несколько слов. Значит, учебник называю. Вы можете посмотреть первую часть, это наиболее значимое. Это первая часть, сейчас, коллеги, я отмотаю назад. Сейчас. И это презентации, вы можете взять, эти учебники все представлены. Презентации, которые вы можете скачать. Так, сейчас, секунду. Ой, промахнулась. Вот она, вот она. Это русский язык без преград, разного уровня, да. И, что касается медиков, я работала с медиками 10 лет. И могу, так сказать, вам предоставить информацию, как начать тоже с нуля. И это для ординаторов в основном нужно, да. Если это студенты, ординаторы. И если это касается... У медиков там куча направлений. Это и терапевты, и стоматологи, и фармацевты. У них разные программы, но также разработаны. Вот что вы хотите именно, то я о том и расскажу. Будь то это английское отделение, да, будь то русское отделение. Английское отделение касается стоматологов и терапевтов, да. А русское отделение всех остальных. С чего мы начинаем? Если это будущие провизоры-фармацевты, то полтора года или два, полтора. Они изучают ботанику. И вот разработанные уроки, так сказать, по ботанике, я вам могу показать, рассказать, как это просто и легко, так сказать, чтобы студенты могли описать. Ведь у них в основном идет описание. На первом курсе это анатомия, да. Описывают ли они лягушки, червяка, человек, его череп и так далее. Там есть определенный набор моделей, конструкции, как мы называем. Они дают определение. Это тоже определенные модели конструкции. Если они говорят о составе кости, червяка, лягушки, человека и так далее, то это тоже определенный состав модели. Описывают форму, да, потому что преподаватель, например, берет там кусок кости какой-нибудь. Я ходила к анатомистам и спрашивала, что такое, какие проблемы у студентов. Да вот они, балбесы, не могут даже объяснить, как, значит, устроена та или иная кость. Вот мы обучаем как раз вот этому основным глаголам, да, потому что глагол – это самое главное в речи. Без глагола нет вообще никакого предложения. Будь то процесс, да, происходит, идет, да, касается ли это процесса. Если хотите, могу рассказать о процессе. Если хотите, могу рассказать о предмете. Предмет входит, структура, классификация, определение, форма, функции. Это все нужно для изучения анатомии и биологии, потому что на биологии они изучают паразитов, которые также устроены, также у них свой есть процесс, да, попадание там туда-сюда и тому подобное. Поэтому, так, не знаю, что надо сделать. Ботаника. А, вы знаете, ботаника тоже разработана все вот в этом же ключе, потому что они описывают растения, да, обязательно форма листа, структура листа. Пожалуйста, могу ботанику также рассказать вам поурочно. То есть вот так же разрабатывала вот этот, так сказать, все уроки и функции, там, корни и стебели, и форма, и классификация растений и тому подобное. Все по той же схеме. Все по той же схеме. И также процессы, да, процессы, которые фантасинтез там, какие слова нужно употребить, чтобы студент, допустим, из трех моделей запомнил, слава богу, одну, ну, может быть, две. Спасибо ему огромное. Значит, он может рассказать о любом процессе, который происходит в растении. Впрочем, так же, как в организме человека. Модели в принципе повторяются, только наполняются другой лексикой. И это несложно, поверьте мне. Вот так. У меня сейчас вопросы. Чего это? У меня участники. Вопросы аудио. Размыть фон. Файла нет. Это что такое? Не поняла. А? Вопросы тут есть? Нет. Здесь вопросов нет. Только чат остался. Коллеги, пока нет файла для смартфона. У меня нет. Коллеги, вот презентацию можно скачать. В принципе, я думаю, что Татьяна любезно предоставит эту презентацию на ресурсном сайте, ресурсный центр иностранных языков. Я думаю, что вы это скачаете и можете воспользоваться какими-то уже хотя бы знаниями и так далее. Все. Спасибо. Спасибо. Я прощаюсь. Я вижу, что больше уже никаких вопросов нет. В чате тоже уже больше нет. Ага. Все, коллеги, любые вопросы по Б1 просто на пальцах. Я объясняю. Я практик 30-летним стажем. Мой преподаватель, который тоже рядом сидит, меня слушает, также может участвовать, так сказать, в наших вебинарах, в нашем дискуссионном курсе. Пожалуйста, любые задавайте темы. На любые темы мы готовы вам дать ответ. Наипростейшим способом объяснить самую трудную тему. Все кричат «самое трудное» – это виды глагола, глагол движения. Неправда. Это самое простое, что может быть. Просто они неправильно. Их предлагают во всех остальных традиционных учебниках. Посмотрите, как это дан в этом ресурсном центре. Этот учебник А1-А2. Как даны глаголы движения. Студент сразу же выходит в речь на глаголы движения. Это урок 14. И в винительную поддержку. Спасибо коллеге огромное. Я была рада участвовать в этом вебинаре. Спасибо ресурсному центру, который предоставил мне такую возможность. Я буду рада вас слышать, видеть. И активно будем участвовать и изучать. Русский как РКИ – это самое простое, что может быть. Это не русский как русский. Все. Спасибо коллеге. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо.